Уже на ближайшей сессии АКЗС в повестку вернется законопроект об эвтаназии бродячих собак. В июне мнения депутатов разделились и идею отправили на доработку ко второму чтению. Однако основной тезис остался. Животных будут усыплять в специальных пунктах, если они проявляют немотивированную агрессию. Ну вот, видите, вот у нас пёс Серёга, вот он сейчас лает. С точки зрения вот этого регламента он агрессивный. Потому что там прописано, что если рядом стоит человек, не обращая внимания на собаку, но при этом собака на него лает, то она уже агрессивная. Ну то есть норматив какой-то крайне спорный. На общем собрании депутатов и активистов наконец определили, кто будет решать степень агрессии животного. По идее прислушиваться будут либо к очевидцам и жертвам укусов, либо к специальной комиссии, куда войдут даже зоозащитники. Только вот они есть не во всех районах края, поэтому вместо них могут быть чиновники. Но в законе прописано о том, что представитель муниципальной власти. Ну соответственно здесь и представители будут администрации, да, как бы муниципалитетом как раз и на руку в том, чтобы животных истреблять. Тем не менее шансы на спасение у собак всё же есть. Они будут жить в пунктах временного содержания 10 дней. Если за это время хозяин не придёт, то дальше не агрессивного животного, либо пристроив добрые руки или приют, либо выпустят обратно на улицу, предварительно стерилизовав. К идее законопроекта жители Барнаула отнеслись по-разному. Эта проблема распространяется в городе повсеместно, на всех улицах, не только в каких-то захолустях, но и в центре города в том числе. Я считаю, жизнь наших детей, людей, она важнее. Человек приоритетнее. Собака должна быть в доме. Если она никому не принадлежит, то это дикое животное. Не жалко их, но и в то же время, когда пугают детей и всё это. Да пусть живут собачки, ладно. Скоро из-за. А из-за чего? Ну, чтобы детям было безопасно ходить на улице. Мне кажется, больше надо хозяев, которые заводят собак, чтобы ответственность у них была за своих питомцев. Вот чипировать их и прописывать, кто хозяин, чтобы в дальнейшем, в случае бродячества собаки, привлечь этого хозяина к ответственности. Вот и всё. Есть в законопроекте и другие положения. Например, об обязательной регистрации домашней собаки. Согласно информации зоозащитников, с 1 января хозяевам будет даваться 30 дней со дня приобретения животного на то, чтобы отметиться у ветеринара. Информация будет вноситься в общий реестр. Кто этого не сделает, может получить административный штраф. Регистрация, вот сам этот процесс регистрации, он бесплатный. Но при этом животное должно иметь какое-то средство меткования. Ну, то есть, чтобы мы отличили вот эту собаку от вот той собаки. Татуировка, да, тату в паху, либо на ушки иногда наносят. Может использоваться чип. Сейчас зоозащитники надеются, что получится добавить в закон обязательную и желательно бесплатную стерилизацию. Кстати, в Барнауле до конца года безвозмездно кастрируют 200 домашних собак. Но это уже в рамках другой программы. Что же касается законопроекта об эвтаназии, его вновь рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС, которая состоится уже в начале октября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.